Субтитры сделал DimaTorzok Ничего вредного в нем нет Также ничего полезного Либо то, что будет менять как бы курение Тоже нет Но Эта хуйня выглядит подкупающе Она прям подкупает тебя Блядь, сделай какую-нибудь красивую хуйню Забей меня, блядь, как-нибудь Как я, собственно, и забил, да? Три вкуса Табак Ялиль Поехали Собственно, это табак Ялиль Чем он примечательный? Примечательный тем, что многие его вкусы Они сделаны под цвет фруктов То есть сам табак Также это акцизный продукт То есть, учитывая то, что 2018 год Стал немного переломным для кальянной культуры В плане акциза Это очень даже хорошо Но Вот такая вот пачечка С рекомендуемой розничной ценой В 250 рублей Дорого, вы скажете За, собственно, пачку Акцизного табака На самом деле такая цена обусловлена тем, что это акциз А акциз каждым годом все дороже, дороже и дороже Поэтому Давайте, собственно, его разбирать Пока у меня греется Как вы видели, табак цветной Если, допустим, у нас апельсин Это апельсиновый Кремово-молочный вкус Это кремово-молочный вкус И, собственно, на этом, думаю, мы не будем дальше расхваливать То, что он крашеный А все-таки поговорим о его качествах Пока у меня чашечка греется Давайте, собственно, я прочитаю вам брошюрочку Здесь написано 3W Ялиль Ялал Ялел Ялиль Короче, ялиль Точка ру Открою маленький секрет Что продукт Ялиль Данный табак Это, собственно, сынок Всеми известной компании Лайлина Почему она всеми известна? Я, допустим, эту Лайлину помню, блядь Как будто я только вчера ее курил И закупал для своей коленной У них был самый пиздатый блюмист Лайлина Голд И самый пиздатый блюмист Именно был у Лайлины Даже Starbucks блюмист отсасывал Реально отсасывал Потому что Лайлина это была пиздец Мы даже, блядь, умудрялись То есть в Алма-Ате умудрялись Блюмист продавать дороже остальных Типа это блюмист И еще, если вы помните Был такой вкус у Альфахера Фрешмист Так вот, блюмист плюс фрешмист Это был топовый микс летом И мы его продавали, блядь, гораздо дороже И это было все пиздато То есть народ его хавал пиздец Давайте, собственно, прочитаем Саму брошюрку А, здесь, кстати, есть транскрипция Ялиль Табак называется Ялиль Это новый продукт Крупного табачного концерна В Арабских Эмиратах Выпускается в городе Аджаман То есть, кто помнит Еще был такой табак Аджаман То есть, он с того же города На фабрике Лайлина Вот, кстати, на фабрике Лайлина Входящий в группу Эмирейт Табаку Мануфактуринг Компани Ялиль имеет статус Премиальной линейки табаков В доступном сегменте Он премиальный Только лишь в Дубае В России этот табак считается Низкосортным продуктом Который занимает полку Вот таких вот средненьких табачков Почему? Потому что в России Немного другое понятие Премиального Если у тебя табак крепкий То это премиально А если он легкий Такие как будто Щербетля Далья Ялили И все остальное То это В другой полке Но в Дубае считают Совсем по-другому Да и вообще Мне кажется Любой производитель Считает свой табак Премиальным Это то же самое Что мама всегда считает Своего Сына Самым лучшим Не считая Сына маминой подруги Который считает Сын сам А также То же самое Что и для Парней Бывшей Это конченой Твари Да Идем дальше Щепетильный Подход К производству Постоянного Улучшения Технологического Процесса Позволяет Компании Производить Великолепный Продукт Рассчитанный На повседневное Использование Что Хочу сказать Про повседневность Я вот Забил Пару вкусов Я ногти Не стриг Долго Потому что Я хожу на маникюр Как бы И мне запретили Их стричь Чтобы они росли Ровнее у меня Такое ощущение Что я вот Только к ним Прикоснулся Забил Выложил Красивенько И у меня Уже половина Ногтей Желтый Половина Зеленый И половина Прям такого Гепатитного Цвета То есть Если забивать Этот табак На постоянке То скорее всего Когда ты будешь Заходить в метро Люди будут Видеть твои руки И они будут Выбегать Потому что У тебя По твоему цвету Ногтя Можно определить Что у тебя Гепатит У тебя Тиберкулез И остальные Такие Злорадные Болезни Это так Икспром Идем дальше Натуральный мед Глицерин Высшего сорта И лучшие Натуральные ароматизаторы Секрет Популярности Табака В Эмиратах Что касается По ароматизаторам Глицерин И всего остальному Возможно Да Вкус натуральный Вкус реально Похож на Альфахер Абсолютно Почти все вкусы Которые Идут по фруктовой Линейке Они Реально Собственно Альфахеровские Не считая Там типа Крем-минта Просто Крем Персик Отличается Но все остальное В принципе Вроде как Альфахер Но Есть маленькая Заминка В том что Табак Очень долго Разгоняется Вот сколько Он у нас уже Греется Я буквально Поставил в угли Перед тем Как начать Снимать Дыма Еще Мало В этом Заключается Маленькая Проблемка Что он Очень Долго Разгоняется Чтобы Начать Дыметь Пахтеть И крохтеть Так Табачный Лис Здесь Вирджиния Голд Мы все Знаем Что такое Вирджиния Голд Это мы Еще Узнали Тогда Когда Компания Гастро Выпустила Линейку Голд Гастро Где Они Использовали Замес Вирджинии Французскую Золотую Вирджинию Она Посветлее Прикольнее И так Далее Закупаемая У европейских Фермеров Германии И Франции Обладает Наилучшими Качеством Для кальянного Табака Да С этим Не спорю Вирджиния Голд Очень Хорошая Она У нее Очень Живая Клетчатка И она Очень Хорошо Все Это Впитывает Очень Хорошо Все Это Выдает То есть Сладкий Аромат Высокая Жаростойкость И приятная Крепость Не бьющая По горлу Здесь Уже Видно Что Это Писала Не компания Ялили Это Писали Уже Наши Местные Чувачки Палитра Вкусов Богата Моновкусами И насчитывает 35 позиций У меня Лишь Здесь Только 10 А Периодически Компания Выводит На рынок Специальные И сезонные Вкусы Танжир Соси Блять Со своей Спешл Эдишен Вот Блять Где Сила На Идем Дальше Такой Подход Позволяет Насладиться Индивидуальностью Вкусов И дает Возможность Экспериментировать С забивками И миксологией Тут С цветом Блять Зеленый Красный Это все Перемешать То получается Цвет Блювотины Твоего отца Блять Ладно Идем дальше Я лилит Табак На каждый день Доступный Качественный Акцизный Натуральный Да Табак Акцизный Поэтому Он такой Дорогой Но Не все Так хорошо Есть Еще Маленький Секрет Я то Это знаю А вы Возможно Это не знаете Пачка Стоит Примерно 250 Рублей А В этой Пачке 35 Грамм А не как вы Привыкли 50 Да Это для вас Кошмар Но это Правда Здесь 35 Грамм И здесь Пакетик Наполовину Пустой Этот Табак Я лил Идем Дальше Пачка Вкус Вкусы Я Думаю Что за Хуйня Какого Хуйня Он Не Курится Потому Что Я Не Давал Ему Достаточно Жара И Не Давал Достаточно Времени Прогреться Я Привык Забить Тот Же Танж Дарксай Что то Еще Поставил Колодку Минутку Погрел Раскурил И Все Куришь Здесь же Такого Не Было Здесь Пришлось Ждать Это Как бы И Плюс И Как Бо И Минус В чем Плюс В том Что Табак Жаростойкий Реально Минус В том Что Ты Работаешь В кальяной И Табак Обслуживается В кальяной То Долго Выносить Чтобы Хорошо Раскурить Либо Придется Хорошенько Поебаться Уже Почти Десять Минут Вроде Не Знаю Сколько Но Табак До Конца Еще Не Раскрылся Табак Полноценно Еще Не Раскурился В целом Вкусы Я Смешал Три Вкуса И Все Три Вкуса Легли Очень Хорошо Что Касается Насыщенности То Я Хотел Чтобы Он Был Больше Насыщенный То Более Насыщенный Потому Что Вкус У Него Слишком Мягкие И За 250 Рублей За 30 Грамм Я Хочу Чтобы Он Дымел Так Чтобы Меня Видно В Этой Камере Не Был Был Как Ну Да За 35 Грамм 250 Рублей Что Нас Ждет Впереди Непонятно Честно Я Не Делал Обзор Этого Продукта Если Б Он Не Был Акцизным И Если Был Он Не Был Цветным Если Был Просто Я Лиль Я Даже Не Снимал На него Но Вот Это Его Красочки Они Подкупают Пиздец Я Даже Сам Решил Забить Так Красиво Все Хорошо Так Так Давайте Поставим Ему Такую Финальную Точечку И Поговорим Про Этот Продукт Немного Посерьезнее Он Цветной По Крепости Пятерка По Ароматике Слабовато По Жаростойкости Все Заебись По Эстетической Красоте Которой Видит Кальянщик Но не видит гость Все Заебись Курить Можно на каждый день Возможно Если забивать В перчатках Либо более Классические Стандартные Вкусы Что касается Собственно Вкусов Давайте Немного Пробежим Клубника Так Себе Виноград Пиздатый Корица Тоже Пиздатая Оранж Так Себе Жвачка Так Себе Крем Пиздатый В миксах Чистыми Немного Стремноват Мелон Динька Тоже Пиздатая Минт Крем Непонятный Вкус Для меня Я его Не понял Голубичка Так себе Ну Курить Можно Даже Наверное Хорошо Заебись И персик Тоже Собственно Заебись Пока Кальян Фюриус У меня Еще В руках Я его Еще Обратно Не отправлял Поэтому Я его Буду Дрочить Максимально Максимально Прям Чтобы Он У меня Повизжал Даже Немного Поэтому Это Даладым Это Продукт Который Приналежит Компании Хуков Это Я Лиль Приналежит Продолжение следует...